Динамо Девушки отдыхают Девушки отдыхают Его возвращение добавило динамовским болельщикам оптимизма Не могу дождаться встречи с вами на домашних матчах Счастлив снова вернуться в Динамо Я знаю, что у нас теперь новая арена И я очень хочу увидеться там с вами До встречи Кроме того, особого внимания достойна акция, проведенная на тренировке в СДЮШОР имени Аркадия Чернышова Ценностью не только в масштабном перформансе, но и в том, что участие принимали настоящие болельщики Динамо А на родном льду мы команду увидим только в 2016 году И по сводкам из КАС ВТБ болельщики ждут этой встречи с нетерпением На игру против Sky из Санкт-Петербурга, которая состоится 4 января, уже все билеты проданы На 2016 год у нас вообще большие планы и безграничный оптимизм Хоккейный клуб Динамо Москва поздравляет всех с Новым годом Желаем здоровья, веры в команду и как можно больше радостных эмоций Сегодня у нас в гостях на территории Динамо пресса Таше хоккейного клуба Динамо Москва Михаил Кравченко, Миш, привет! Привет! Встречаемся с тобой буквально за несколько дней до Нового года Это общенародно любимый в России праздник, но хоккеистам перед ними, перед Новым годом Игра после Нового года, практически сразу игра Как хоккеисты-то наши? Не жалуются? Да нет, не жалуются, все ребята давно привыкли По регламенту нам дают 3-4 дня отдохнуть В принципе, этого достаточно Но может быть и правильно, что в выходные дни, когда у простых болельщиков, простых зрителей Есть свободное время, есть возможность прийти на хоккей, поддержать свою команду А у нас есть возможность себя показать Согласен полностью, в январские праздники нас ждет прекрасная домашняя игра с тем же Питерским СКА Само собой, ну а вообще как? Кто разъезжается по домам? 31 декабря еще тренировка бывает, а 1 января? Было как-то у нас первого вечера, мы нас собирали, да 31-го нет, 31-го, как правило, нет, не бывает тренировок Обычно мы прилетаем где-нибудь под Новый год, там числа 29-30-го То есть, соответственно, команда возвращается с выезда ночью На следующий день выходной, ну на 31-го кто будет дергаться? Дает отдохнуть А внутриклубный Новый год какой-нибудь существует? Ёлка на базе в Новогорске? Бывают у нас корпоративы, но там тоже все проходит в рамках приличий То есть, допустим, позапрошлом году Да, мы были на корпоративе, а на следующий день у нас в 9 утра тренировка Мы пришли, послушали выступления звезд, которых приглашало наше руководство И все, буквально через 2 часа уехали автобусы на базу Все, с утра собрались, пошли тренироваться Ну давай от новогодних историй, в принципе, перейдем к тому, как живет команда Ты постоянно с ней, но при этом не хоккеисты Конечно, лишней информации, может быть, не выдашь, но мы постараемся Кто самый балагур у нас в команде? Кто самая такая душа компании? У нас очень много веселых ребят, очень много тех ребят, которые на самом деле внешне, так если смотреть Они очень ведут себя скромно, но действительно бывает душой компании И таких действительно много, сложно кого-то одного выделить Юра Бабенко, если он лидер, он официально признанный лидер команды, капитан Есть такие заводилы, тот же самый Вишневский, к примеру, Дмитрий Тот же самый Ансель Галимов, Пестушка, Кокарев Но по большому счету здесь в кого ни ткни, не промахнешься А так у нас ребята все с огоньком, без шутки не бывает, мужской коллектив это всегда так Поэтому ничего удивительного в этом нет Стоит хоть малейший повод дать для шутки, команда очень живо на это реагирует Динамо команда и опытная в том числе, да, есть много тех, кому за 30 Те, кто еще выигрывали с командой те самые два Кубка Гагарина Но вот постепенно, постепенно, уже и в этом сезоне, мы и в прошлом видели Вот она, та самая молодежь, которая из динамской школы приходит Как принимают новичков? Тех, кого вы назвали ветеранами, старички, так можно сказать, старички команды Они всегда берут как бы такое негласное шерство над новичками Чаще всего все начинается с того, что эти игроки То есть, ну, он же не вдруг раз и стал внезапно перспективным игроком То есть, селекционеры смотрят, смотрят Соответственно, когда мы едем в Пинск, они проходят пинский сбор с основной командой И уже тогда они проходят такую огранку То есть, он понимает, с тем, о чем можно говорить, кому как обращаться Ну, в общем, вот такого плана То есть, можно сказать, что у нас в команде, вот из тех самых, раз уж мы так стали их называть, старичков Перспективное тренерское поколение растет? Ну, не без этого, да Но не зря у нас капитан команды, играющий тренер Вот в других клубах КХЛ я что-то играющих тренеров не припоминаю Харис Виталиндж, человек, который уже давно в Динамо, да И по-разному складывалась его судьба И помощник тренера, и главный тренер, и много вопросов со стороны прессы, болельщиков По его статусу было Как он отделяет себя от команды? Видна вот эта разница? Это тренер, это все-таки хоккеисты? Или слуга царю, отец солдат? Такая разница, безусловно, должна быть И несмотря на то, что Харис европейского воспитания, человек, на таких взглядов, он очень нервно реагирует, когда ему говорят Харис Харисович Когда ему говорят Харис Харисович, он не всегда уютно себя чувствует Но при всем при этом он четко поставил эту позицию, что нужно разделять Есть тренерский штаб, есть игроки Когда игрок подходит, он не может сказать Саша, Вася, Петя Он должен нормально по имени, по имени-отчеству, на вы То есть все должно быть, но как бы это правильно Ты уже давно в Динамо, сколько лет? В Динамо с первого чемпионства За два месяца до первого чемпионства я пришел Можно сказать, что по-настоящему уже чувствуешь себя маленькой частью большого коллектива? Да, но я не могу сказать, что такое осознание себя в этом коллективе пришло сразу Главный тренер Зинарок тогда был Он очень внимательно присматривается к людям Проверяет какие-то так В общем разные ситуации возникают Но не сразу он тебя близко подпускает на определенную дистанцию Но когда он тебя принимает Ты тогда действительно себя ощущаешь, что ты полноценная часть коллектива Ты в команде Это очень такое ощущение, которое душу греет Ты пережил с Динамо два чемпионства Это пик карьеры для любого хоккеиста, для любого сотрудника клуба в том числе Казалось бы, чего еще желать? Чего желаешь себе в Новый год? Третий? Третий кубок Безусловно, я думаю, что у нас есть все для того, чтобы взять третий кубок Нужно просто собраться И я надеюсь, что мы как раз вплоть подойдем в тех кондициях У нас все наконец-то наладится Все будет здорово для того, чтобы будут Силы есть Всегда не хватает чего-то, какой-то мелочи Может быть, последнего паса, может быть, еще чего-то Очень надеюсь, что в ближайшее время это все появится И вот то ощущение внутри команды Когда мы шли за вторым кубком, у меня было это ощущение То есть реально чувствую, что мы пройдем Мы пройдем и первый круг, и второй, и третий Тяжело, кто-то играет с травмами Непростые серии Мы проходили и мы шли к победе И в последних матчах мы были уверены, что мы победили И вот это ощущение очень ценно Я очень надеюсь, что третий кубок мы возьмем в ближайшее время Миш, с Новым годом тебя И надеюсь, что все твои пожелания предварятся в жизни Спасибо От новогодних динамовских историй к праздничным сюрпризам Наши хоккеисты сумели выкроить минутку в непростом графике И попробовали себя в конкурсах, которые клуб обычно предлагает вам, болельщикам, во время домашних матчей Давайте посмотрим, что из этого вышло Со стороны кажется, что развлечения в фойе в это бледового дворца не самые простые Смогут ли с ними справиться игроки из команды мастеров? Прямо сейчас и узнаем Ааааа АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Новый год, как всегда, прекрасный и с большими надеждами на большие победы. Мы вас искренне поздравляем. Встречайте его весело, по-динамовски. А 4 января все на хоккей. Играем с армейцами Питера. Гордитесь, что болеете за великий клуб «Динамо Москва». И помните, одна жизнь, одна команда.